Этот день победы, порога права, это праздник. 14 конкурсантов из разных уголков Беларуси были отобраны жюри республиканского фестиваля конкурса «Цитадель.бай» из 100 претендентов, подавших заявки на участие в конкурсной программе. Главным критерием отбора явились талант и профессиональное мастерство. Уровень и тематика конкурса предполагали участие лучших из лучших, ведь исполнять нужно было песни о войне и победе, где чувствовать и сопереживать тому, о чем поешь, нужно с первых аккордов. У нас не было целью собрать как можно большее количество участников. У нас была цель показать преемственность поколений, то, что песни войны, песни о войне, они знакомы и они не чужды. Как младшему участнику, которому было 12 лет, ну и, естественно, старшему участнику, которому 82 года. У нас целью было в фестивале показать любовь к родине, любовь к родной земле, память о погибших воинах. На языке музыки говорили участники конкурса о событиях тех лет. Делились со зрителем всем тем, чем жили, о чем мечтали и за что воевали наши прадеды. Этот язык не требовал уточнений и перевода. Душа исполнителя была проводником в историческую память о доблестных героях. Безусловно, о войне можно говорить по-разному. Можно говорить и языком документов, и языком изданий, и музейными экспозициями. Но ведь не секрет, военные лихлетия, песня помогала, поддерживала. И поэтому до сих пор нас, наверное, трогают вот эти щемящие нотки, щемящие чувства, которые рождали суровые испытания, порой трагические, приносящие жертвы. Но всегда теплилась надежда. И эта надежда жила в каждом исполнении конкурсантами музыкальных композиций. Глубина текста вызывала массу эмоций, как у зрителей, так и у самих исполнителей. Всю душу вкладываю, потому что прорабатываю текст, и над каждым словом я задумываюсь. Для меня это важно. Я сам пережил это время военное и послевоенное. Я знаю, как это все ценится. И забыть, конечно, это нельзя. Очень символично, что победителем республиканского фестиваля конкурса «Цитадель.Бай» стала самая юная участница, наша землячка Диана Торчила. Догорают под звезды, под робок масты, Одеваются в черные краски цветы. Вокальное мастерство и те эмоции, с которыми 12-летняя девочка исполняла песни о войне, такой далекой и незнакомой, вызвали полное единодушие у профессионального жюри в выборе победителя. Ребята были подготовлены, разного возраста, разного плана, и очень такой разношерстный фестиваль получился. Поэтому это здорово. Мне такое нравится. У нас практически очень похожие мнения во всех сложились, и нам не надо сильно дискутировать. Для самой Дианы и ее педагога по вокалу победа в республиканском конкурсе такого уровня стала приятной неожиданностью. Атмосфера в зале была очень хорошая. Хороший звук, хорошие члены жюри. Мне было очень приятно выступать на этой сцене. И каждый конкурс за меня это как новая эмоция, новая победа. Без внимания организаторов и членов жюри не осталось и пятеро финалистов. Дипломами фестиваля и ценными подарками, приобретенными за спонсорские средства, было отмечено участие каждого из них. Очень нравится фестиваль, очень нравится организация, чувствуется серьезность, масштабность конкурса, очень теплый прием. Мне очень нравится атмосфера конкурса, место проведения. Чувствуется, что тематика приурочена именно к месту событий. Ну, мне все нравится, и я думаю, хотелось бы сюда приехать еще непременно еще раз. Музыкальный фест удался. Количество заявок на участие, уровень вокального мастерства и восторженные отзывы зрителей подтвердили востребованность военной песни. А значит, фестиваль-конкурс «Цитадель.Бай» соберет свою аудиторию и в следующем году, но уже в международном масштабе. Наталья Луговкина, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания «Бук-ТВ».